За настоящим праздником теперь в Грузию здесь взяли и разрешили марихуану. Официально не то чтобы легкие наркотики в стране поощряют, но и уголовного преследования теперь тоже не будет. Как такое случилось и что такое Амстердам по-грузински, знает наш корреспондент Михаил Рыбакидзе. Один лишь из митингов с требованием узаконить марихуану на площади перед администрацией правительства в основном молодежь. Судя по количеству собравшихся, понятно, этому поколению дурман-трава также необходима, как грузинским домохозяйкам знаменитые приправы хмели-сунели для приготовления национальных блюд. Это пережиток прошлого сажать в тюрьму за то, что ты куришь марихуану. Мы будем протестовать до тех пор, пока нас не услышат, пока мы не добьемся своего и песнями, и демонстрациями, и пикетами. Волну протеста подхватили некоторые грузинские политики. Партия Гирчи стала культивировать марихуану в небольших горшочках, надеясь на большие дивиденды, голоса молодого электората. Нашу молодежь сажают в тюрьму только за то, что они употребляют марихуану. Зато они никогда не совершают преступления, они не агрессивны, они не будут убивать друг друга и заниматься бандитизмом. Ведь марихуана раскрепощает людей. И вот теперь марихуана больше не криминал, а вместе с ней и конопля. Можно сеять, выращивать и курить все это, не опасаясь уголовного преследования. Главное, чтобы для личного пользования, то есть маленькая доза, до 5 граммов. Ночные клубы, дискотеки, модные тусовки. Здесь всегда чувствуется характерный запах того самого дыма. Элексир настроения, который дает возможность молодому человеку ощутить свободу и раскрепощенность. В Грузии в последнее время поют песни не о любви, не о дружбе, не о тмелесо, а о так называемом плане. Как же так? Если мы идем куда-то там в свободный запад и нельзя курить марихуану, так мы же отсталые. Вот такой маразм, к сожалению, имеет место. Но, как говорится, дело молодое. В Европе жил, однако, такого стремления одурманивать себя не видел, признается программист Бекарки Калешвили. Мадрид, Барселона, Париж, потом Рим и Милан. Сравнивать есть с чем. Говорит, бывает обидно, когда приезжает в Тмелеси и слышит только одно. Где и как достать наркотики. Наверное, этот этап на Западе давно преодолен. Там молодежь думает о карьере, о достатке. Все работают, не теряют времени. А мои здешние друзья словно потеряны во времени. Только и рассказывают, у кого растет какая трава и как они отрываются. Наверное, потому нет никакого прогресса. В Грузии на каждые 10 тысяч человек приходится 29 наркоманов. Лечатся от зависимости лишь 11%. Марихуану и коноплю многие считают чем-то совсем безвредным. Это официальные данные. В советские годы в Тбилиси тоже легко можно было найти наркотики. Золотая молодежь ценила веселые вечеринки. После распада СССР мало что изменилось. Гайки решил закрутиться Акашвили во время своего президентства. Но страну бросила из одной крайности в другую. Помните скандал? Когда французка прибыла в Грузию, года три назад, уже при мечте. Ее арестовали и посадили в камеру, потому что у нее в сумочке было лекарство от головной боли, купленное ею без рецепта в центре Парижа. А у прежней власти этот препарат был в том самом списке, за который надо было арестовывать. Вот о чем речь идет. Также во времена Мишеко наркотики использовали как инструмент давления. Марихуана часто фигурировала в уголовных делах как вещественное доказательство. Ведь несколько граммов еще недавно означало до пяти лет тюрьмы. Это очень просто. Если молодой человек попал в поле зрения, стал кому-то мешать, говорит лишнее, высказывает свою точку зрения, то его можно легко убрать. Останавливаешь на улице, досматриваешь и случайно обнаруживаешь дозу. И пусть он доказывает, что это не его. Но решение суда о декриминализации марихуаны все равно вызвало скандал. Некоторые опасаются, что Грузия может превратиться в пристанище для наркоманов из соседних стран. Люди не для того созданы Богом, чтобы охмурять себя. То, что сейчас происходит среди молодежи, настоящая трагедия. Ведь мы видим то, как теряется духовность, как стираются рамки между дозволенным и порочным, как человек, употребляющий наркотики, опускается ниже животного. Это проблемы и для нас, церковнослужителей. Значит, что-то упустили. Необходимо, чтобы у государства была четкая политика, а не спонтанные решения, которые могут еще больше нанести вреда, чем пользы. Нужно учесть все риски. Но, с другой стороны, запретный плод сладок. Ведь даже в Грузии в период сухого закона времен Горбачева резко увеличился объем подпольного производства самогона. Хотя теперь зачачей в магазинах очередей нет. Михаил Рубакидзе, Хвичаса Мадашвили, программа «Вместе! Грузия».